Как мне угощать плод Духа Святого? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Жизнь с Духом Святым. Когда мы пришли к Богу, Он обещал нам дать спасение и новую жизнь. Но мы уже долго в Боге. Почему? Иногда. Наполняет страх. Много каемся. А любовь, долготерпение, радость, почему-то это так и не приходит в нашу жизнь. Вроде и от грехов отказались, и радостью не наполнились. Какое-то дойственное состояние. Бывает такое, друзья. Так как не угощать плод Духа Святого, и наоборот наполняться миром, радостью. Но это не у нас с вами. Мы живем в общении с Духом Святым, и нашу жизнь наполняет мир, радость и общение Святого Духа. Так, друзья? Мы посмотрим о тех, кто от греха отказался, но не имеет плоды Духа Святого. Кто не имеет плоды пребывания в нем Духа Святого. Которые имеют плоды, такие как мир, радость, долготерпение и так далее. И все это возможно только из-за того, что этот человек сам. Именно сам угощает в себе Духа Святого. Сегодня мы посмотрим на эту ситуацию более детально. Чтобы не угощать плод Духа Святого в нас, нужно вести не пассивный образ жизни, а поступить так, как нас ведет Дух Господень. И со временем эти чувства, мысли, поступки, ведомые Духом Святым, войдут в наши привычки. После изменится и весь окружающий мир вокруг нас. Задайте вопрос Богу. Что я делаю плохого по отношению к тебе, Дух Святой? Мы много говорим и будем говорить о Боге Отце, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Увидеть плоды Духа Святого. Галатам, 5 глава, 17 стих. Как можно увидеть плоды Духа Святого в нас? То есть плод пребывания Его в нас. Очень просто. Это, конечно, наша реакция на ситуацию. Когда Дух Святой в нас, то, что бы ни произошло, мы чувствуем, относимся, поступаем, не так, как нам говорит греховная плоть, а так, как нас ведет Дух Святой. Например, согрешил наш брат в церкви. Какая первая реакция внутри нас? Посмотрим, что на это говорит апостол Павел в послании Галатам, 5 глава. Послушаем, что такое желание греховной плоти Духа Святого и как можно не угощать плод Духа Святого в нас. Посмотрим, что говорит апостол Павел в послании Галатам, 5 глава, стихи с 12 по 26. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к ухождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дело плоти известны, а несут прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и т.п. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие и так Царство Божие не наследуют. Плот же Духа. Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться. Друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5 глава, стихи с 12 по 26. Мы живем Духом и поступаем по Духу. Мы вроде и отказались в своей жизни от ненависти, убийств, пьянства, ссор. Вроде ведем жизнь так, чтобы и самим не нести распри, разногласия, соблазны, ереси. А если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Да, то мы бросили. А как мы поступаем? Если согрешил наш брат в церкви, какая первая реакция внутри нас? Вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия? Или просим у Духа Святого, чтобы он помог сохранить мир, дал долготерпение и благость? Дал силы быть милосердным и верить, что у него все получится? Как не угощать плод Духа Святого? Первое в том, как не угощать плод Духа Святого – это не исполнять вожделение плоти. Если мы ведомы плотью и наполнены в мыслях, поступках, чувствах, плотскими делами, то Духу Святому просто некуда пробиться. Если наша жизнь наполнена делами греховной плоти, то Дух Святой ничего не имеет вместе с нами и молчит внутри нас. Почему? Стих 17. «Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти – они друг другу противятся. Они противятся друг другу. Отсюда и получается, что если мы живем плотскими делами, то плод Духа Святого в нас не будет расти». Друзья, здесь очень важное, что сказал апостол Павел. Очень важное. Я бы сказал секрет, который можно читать годами Библию и так и пропустить. Слушать, что говорит Дух Святой. Апостол говорит не концентрироваться на делах плоти и изучать их, а слушаться Духа Святого и изучать, что происходит внутри нас от Него, Духа Господнего. Когда у вас произошла какая-либо ситуация в жизни, сразу не реагируйте, а помолитесь. И вспомните, как бы поступил Бог, Иисус Христос, и как вам может помочь Дух Святой. И поступите так, как вас ведет Дух Святой. А это поступить по любви, сохранить мир, радость. Не обругать и поставить крест на ком-либо, а сдолго терпеть. Быть милосердным и верить в этого человека. Трудно? Конечно, трудно. Но для этого у нас и есть Дух Святой, который Своей силой нам поможет в этом. Друзья, Дух Святой воскресил Иисуса Христа. Помните? Так неужели Он не поможет нам быть долготерпеливым, кротким, воздержанным? Конечно, поможет. Павел говорит, что человек или поступает по Духу, или исполняет вожделение плоти. Но человек все равно поступает. Павел сказал, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Друзья, не храните эти слова в золотой рамочке, а поступать в жизни. В реальной жизни просто применять их. Не знаете как? Просто выучите всего две строчки. Это плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Трудно? Конечно, трудно. Но все мы можем в укрепляющих нас Иисусе Христе. Так, друзья? Если Дух Святой воскресил Иисуса Христа, неужели Он не поможет нам выучить два стиха из Библии? Конечно, поможет. Вы думаете, я смехотворствую? Нет, друзья. Поверьте, есть люди, которым и здесь нужна помощь. Мир настолько велик и разнообразен, люди настолько разнообразны. Если мы в чем-то сильны, то это не значит, что такие все. Поступать так, как ведет Дух Святой. Когда у вас произошла какая-либо ситуация в жизни, сразу не реагируйте, а помолитесь и вспомните, как бы поступил Бог. Как вы можете поступить с Духом Святым. Вспомните, что говорит апостол Павел о плоде пребывания Духа Святого в нас. И поступите так, как вас ведет Дух Святой. А это поступить по любви, сохранить мир, радость. Не обругать и поставить крест на ком-либо, а сдолготерпеть, быть милосердным и верить в этого человека. Трудно? Конечно, трудно. Но для этого у нас и есть Дух Святой, который своею силою нам поможет в этом. Чтобы не угощать плод Духа Святого в нас, нужно вести не пассивный образ жизни, а поступать так, как нас ведет Дух Господень. Поступать. Поступать, друзья. Действовать. И со временем эти чувства, мысли, поступки, ведомые Духом Святым, войдут в наши привычки. После изменится и весь окружающий мир вокруг нас. Так, друзья? Задайте вопрос Богу. Друзья, задайте вопрос Богу. Что вам сделать сегодня вашему брату или сестре по плоду Духа Святого? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу Отцу Небесному. Сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит апостол Павел о владе Духа Святого. И мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте примет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...